Приветствую вас, уважаемые зрители! В эфире программа «Опознаем истину» Я ее ведущий Олег Харламов. Мы рады новой встрече с вами, друзья. Сегодня мы продолжаем изучать книгу «Евангелие от Луки». Тема нашей встречи – «Миссия Иисуса». Мы будем открывать Священное Писание вместе с гостями в нашей студии. Хочу представить гостей Виталий Лебедев, преподаватель Украинского гуманитарного института, Александр Заика, пиар-менеджер телеканала «Надии» и пастор церкви Евгения Заварю. Здравствуйте, друзья! Итак, мы продолжаем знакомиться с удивительным «Евангелие от Луки». Сегодня действительно мы будем говорить о «Миссии Христа». Мы коснемся ряда притч, которые сказал Иисус Христос. Давайте мы прочитаем основной текст наших размышлений. Итак, «Евангелие от Луки», 19 глава и 10 текст. Пожалуйста. «Ибо Сунь человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Да, очень интересно высказывание Иисуса Христа по отношению к тем людям, которые оказались в пленок греха. Но для того, чтобы нам более ясно понять, о чем идет речь, давайте мы коснемся одной удивительной истории, притчу, которую сказал наш Спаситель Иисус Христос. Это «Евангелие от Луки», 15 глава. Давайте мы прочитаем с 1 по 7 текст. Ознакомимся с ней. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вы знаете, что, друзья, меня поразило? Вот в этой притче, читаясь с самого начала, приближались к нему все мытари и грешники. И вот фарисеи и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Вот каким образом фарисеи определяли, что вот эти люди, которые собрались, что они грешники? А что, они были какими-то ангелами, либо людьми из другой планеты? Что конкретно называют? Он ест и пьет с грешниками. Ну, фарисеи и книжники считали тех, кто не поступает, как они учат, мытари и грешники. Фарисеи, вообще слово «фарисей» означает «то, кто тремится к святости». Вначале фарисейское движение было очень позитивное. Люди стремились быть более святыми, более ближай к Богу, но потом оно выродилось в форму. И в данном случае фарисеи и законники, книжники, они считали все те, кто не соблюдает все законы, которые они взяли из Писания, какие-то придумали сами. Все, кто не соблюдает эти законы, они считаются грешниками. Все они, здесь даже написано «мытари» и «грешники». Все эти люди не… Ну, в широком смысле слова, грешник, кто он? Что вот они сделали такого страшного, может быть, в своей жизни, что вот их фарисей называют грешники? Грешник – это тот, кто любит грешить и делает какие-то постыдные дела, либо грешник – это тот, который пытается убежать от греха, но все-таки он грешник? Ну, в данном случае проблема фарисеи была все те, кто не соблюдает их постановления. То есть определенных правил, да? Да, живет не так, как они учат, не по их правилам, поэтому они считали их грешниками. Хорошо, а грех – это понятие растяжимое? Ну, кстати говоря, в этой истории, если вот… Не вообще в этой истории, вот тогда вот в взаимоотношениях между мытарями и фарисеями, я думаю, даже человек, бедняк, простой работяга, он уже мог считаться грешником. Потому что… А если он еще и больной, ну, не дай бог, да, каким-то заболеванием хроническим… Он вдвойне грешник. А он еще вдвойне грешник, но считалось, что на нем проклятие, да, проклятие Божье. Поэтому можно себе представить, какой, ну, так скажем, пласт простых людей мог попасть вот в категорию грешников, потому что они не проходят там по каким-то критериям, да, к вот, к понятию святости. А все-таки что мы вкладываем в понятие грех? Ну, есть определенные мышления, видения людей, да, что вот не вписывается, если что-либо в мои определенные правила, которые мы уже и установили, тогда это грех. А что называется грехом, когда мы читаем Священное Писание? Что такое грех? Грех есть беззаконие, пишет Священное Писание. По сути, грех – это восстание против Бога, это не просто определенный поступок, а это состояние ума, бунт против Бога, по сути, вот это и есть грех. Здесь же фарисеи считали грешников не потому, что они бунтовали против Бога, а опять же, я повторяю, потому что они исполняли определенных их норм, правил и так далее. В общении друг с другом можем ли мы так заявлять, вот ты грешнику, вообще Бог дал нам, дал ли нам Бог право одним людям других называть грешниками? Вот ты грешник. Нет, такого права нам никто не давал, уж точно Бог не давал этого права, потому что в Священном Писании четко определяется диагноз всего человечества. Все согрешили, да, и лишены славы Божьей. То есть здесь, ну как, неважно кто ты, фарисей, книжник, президент, уборщик, водитель, неважно, ты грешник, и все. То есть это как бы то определение, которое дает Священное Писание, Бог человеку. Но уже исходя из этого, можно говорить, могу ли я, каким бы я ни был в своих глазах хорошим и святым, могу ли я кого-то назвать грешником? Конечно же нет. Почему я задал этот вопрос? Я хотел бы, чтобы мы прочитали книгу пророка Язык, или 33 глава, 8-9 текст. Вот что там написано. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, потому что он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою. Спасибо. Интересно, что Бог говорит, называя человека беззаконником, да, и говорит, что ты поручение для каждого человека, если ты понимаешь, что требует от тебя Господь, и ты видишь разницу между святой жизнью и грешной, то ты обязательно должен сказать человеку, что да, я был такой, я такой же, такими являюсь, но я вижу эту разницу, Бог мне показал вот этот свет, предложил совершенно другой путь. Проблема у фарисеев была в том, что если в Езекииле написано, скажи беззаконнику, что ты беззаконник, и ты смертью умрешь, то есть обратись к Богу. У фарисеев была проблема, они не говорили беззаконникам, обратитесь, ну с точки зрения них, что обратитесь к Богу, будьте святыми, будьте праведными, а они смеялись и даже осуждали Христа, что он ел с беззаконниками. А Христос, мы читали наш памятный стих, пришел спасти, изыскать погибшее. Поэтому он объяснил, я пришел не к праведникам, а к грешникам, не больные нуждаются в исцелении, не здоровые, а больные нуждаются в исцелении. Поэтому в данном случае Христос пришел взыскать и спасти погибшего. Вообще интересно, когда речь идет о грешниках, и мы говорим о миссии Христа, для чего он пришел, для того, чтобы все-таки показать человеку, что он грешный или человек негрешный. И что, знаете, как многие люди, они все-таки разделяют это понятие греха, и они считают, что, в принципе, они, может быть, не такие большие грешники, как кто-то. Но если мы говорим о грехе, вы уже, Евгений, коснулись этого вопроса, вы сказали, что нельзя человеку другому говорить о том, что ты грешник. Действительно, это не ангелы были, фарисеи и книжники, и не люди с другой планеты. И тогда возникает, может быть, такой резонный вопрос, если мы во грехе рождены. Вы помните, в Священном Писании написано, что я зачат, да, во грехе и родился во грехе. Так и так, если мы рождены во грехе, что другое должен ожидать от нас? Бог как только развитие, просто греха. Ты уже родился, ты еще ничего не сделал. У тебя еще не было наклонности к козлу что-то сделать. Я еще не видел там другого человека, который, может быть, раздражал бы меня. Но здесь мы видим, что во грехе ты рожден. Если ты рожден, а что тогда ожидать Богу от нас, как не быть просто грешником? Вот для этого Христос пришел. Чтобы спасти, чтобы показать путь спасения, путь изменения, дать силу. Дать силу для изменения. То есть, в принципе, в этом была миссия Христа. Интересно, когда мы говорим об этой притче, что Господь оставляет 99 и ищет одно. А почему сама овца не искала своего пастуха и стада, чтобы быть вместе? Овца, наверное, она очень глупа была для этого. Она просто видела какие-то сочные для себя места, яркие. И она желала пастись там в стороне от стада, в стороне от пастуха. Даже не столько в стороне, она понимала, что, в принципе, с пастухом и хорошо. Но все-таки там были на ее мысли очень такие хорошие места. Просто у человека есть какой-то совершенно свой личный взгляд, что вот там, где-то там попастись намного лучше, чем быть здесь все вместе и с хорошим пастырем. То есть, нас постоянно тянет туда, ну, как написано, на злачные такие пасты. Где-то другая трава позеленеет. Да, и вкуснее, и лучше всегда. Есть наклонность у человека. Мне очень интересен также седьмой текст. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Ну, знаете, друзья, вот читая эту историю Адома, неужели девяносто девять вот этих праведников – это те, кто не похож на грешника? Да, они совершенно не делают тех поступков, которые делал один вот этот грешник. Наверное, если они не делали ничего распутного, они не пьянствовали, они не воровали, неужели они хуже одного вот того грешника? Мне этот вопрос смущает. Что они хуже? Как бы. Да, но девяносто девять праведников и один, и здесь сказано, что вот эти будут об одном более радости, чем от девяносто девяти, которые ведут себя скромно, ходят в церковь, не пьют, не курят, не матерятся, не прелюбодействуют. И вдруг этот отъявленный последний там бандит, пьяница и наркоман, и вдруг он покаялся, и Христос говорит, ну, эти девяносто девять… Ну, этот вопрос мы рассмотрим в третьей притче, когда будем говорить о старшем сыне. Там, как раз, вопрос будет очень жесткий. Ну, все-таки вот здесь, да, вот девяносто девять праведников. Не выходит ли так, что живи, как хочешь, греши, а самое главное, выбери момент стать овцой? Правильный момент. Ну, хороший, да? Она потерялась, Александр сказал, она даже не знала, что она потерялась. Праведник ведь, он праведный человек, он осознает, что делает грех или нет? Ну, праведные люди, у них есть понятие, вот это греховное, вот это святое? У праведного, да. Да, у него есть, у грешников этого нет. И получается, что вот эти девяносто девять, которые разумеют, что святое, что грешное, вдруг они оказались хуже. И о них нет такой радости, как об одном грешнике, кающемся. Мы должны понять, что это притча. И опять Христос в этой главе приводит три притчи, показывая разные типы грешников, разные типы, как человек уходит от Бога. В этом случае это овца, которая понимала, что ушла, но не может вернуться сама. Следующая притча будет о монете, которая даже не понимала, что она потерялась. И последняя притча о прямом бунте, когда блудный сын ушел от отца, ушел, как это, сознательно, приложил все старания, чтобы быть подальше от него. И он уже возвращался сам. Монета же и овца не могли вернуться, и поэтому Бог проявлял инициативу. Хотя Бог в любом случае проявляет инициативу, но это разные типы грешников, которые по-разному попадают в ситуацию, когда не могут прийти к Богу или, ну, по разным причинам потерялись. Хорошо, неужели мы такие безвенные, так, овца не знает, что она ушла? Овца знает. Знает, овца знает. Она просто не может вернуться. Хорошо, овца знает, а монета не знает. Тогда человек, мы говорим, что значит, что человек тогда потерян? Ведь монета не знает, что потерян, знает хозяйка, которая ее потеряла. Но тогда оправдано поведение человека, который не знает, что он потерян. Если овца и младший сын потерялись за пределами дома, то монета потерялась в доме. К сожалению, бывает так, что люди вполне считаются нормальными, как говорят, благонадежными, но внутри пустота. Люди не осознают свое потерянное состояние. И в это тоже есть проблема, это тоже часть людей, о которых Христос говорит. И он привел специально три притчи, чтобы охватить много разных категорий, возможно, людей, которые потеряны и которые нуждаются в Боге. А почему человек не осознает, что он потерян, если вы говорите, что он потерялся внутри дома? То есть, может быть, человек потерялся, вы хотите сказать, в церкви? Да, да. Человек потерялся в церкви? Да. Ну, это старший сын. Да, это старший сын, если братья притчу о блудном сыне. Я хорошо не все делаю. Он живет рядом с отцом. Он, по сути, наслаждается всеми благами сыновства и чувствует себя хорошо и прекрасно. Но при этом мы видим, что там не все так хорошо. Хорошо мы этого… И в то же время его привлекают эти кусты более сочные, которые за пределами. Ну да, если учесть, что он… Мы коснемся этой притчи более детально. Я хотел бы еще вот коснуться этой притчи. Интересно, что написано «Оставил и идет». Вот как понять чувство Бога, который ненавидит грехи? Книга Откровения говорит, и другие книги Священного Писания говорят о том, что будет с грешниками. И в то же время он идет искать. У него появляется желание искать того, кто грешит. Ну вот мы, Олег Витальевич, если вернуться к тому вопросу, который вы задали насчет… Ну вот праведники вроде как бы сидят в кучке и довольны, и на них никто внимания не обращает. А вот грешник на таком хорошем счету, как бы, да, его нашли, приобрели, и все радуются. Мало того, Евгений, вообще меня вот заявляет, что мы больше восхищаемся людьми грешников. Вы знаете, все как бы даже программы построены. Вот герой нашего времени. Был наркоман, извините, пьяница, теперь он стал хорошим. И я думаю о хороших людях, которые не были пьяницами, но пришли к Богу. Они как бы всегда в стороне. Они не такие яркие герои, о них даже нечего сказать. Ну что там хорошего? Ну жил ты там, был порядочным. Вот если бы ты был вот таким, тебя бы уже 10 раз показали по телевизору. По телевизору, да. Хорошо, братья, нас уже показывают. Да, кстати, это вариант второго сына, старшего сына, да, тоже вот такой хороший, такой примерный, как бы в тени, и он только в конце там появляется, да, с упреками, да, с упреками, вот выражает свое недовольство. Честно говоря, у меня вот во всех этих притчах вот больше, ну, больше, больше и удивляет, и воодушевляет образ Бога. Потому что, да, мы можем говорить о разных степенях греха или потерянности, по-разному люди теряются, но вот Бог тут как бы предстает, ну, не просто ищущим для меня, а ищущим до конца. Даже вот уже в этой притче о потерянной овце он идет за пропавшую и находит ее, да, точнее ищет ее, пока, да, пока не найдет ее. То есть вот здесь вопрос удивительный, как можно соединить любовь к человеку и вот эту ненависть к греху, вот в одно целое. Вы знаете, что делает ложка дегтя в бочке с медом? Ну, как-то у Бога получается эти вещи разграничить. Не спрашивайте, как, наверное, ответа здесь нет. Мы это можем принять только, ну, верою и поблагодарить за это Бога. Потому что понимаешь, что ты тоже грешник, и в тебе тоже есть ложка дегтя, которая может быть, да, оттолкнула бы Бога, но она его не оттолкнула. А наоборот, Бог и меня достиг, и так может каждый сказать, да. А скажите, а как Бог дезинфицирует грешника, что он становится другим? Вы знаете, когда мы говорим, грех – это болезнь, вот для того, чтобы вылечить болезнь, иногда нужно сделать дезинфекцию для того, чтобы человек стал другим. Вот вы как-то себе представляете, вот как происходит эта дезинфекция человека, что он от грешного состояния при встрече с Богом становится другим? В Послании к Римлянам, во второй главе, есть такие слова, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Когда человек видит свои недостатки, свое потерянное состояние и любовь Бога, благость, доброта по-русски, благость и доброту Бога по отношению к Нему, это вот и есть этой прививкой или, как это можно сказать, дезинфекцией от последующих грехов. Человек, который понимает, что к Нему, такому недостоиному, Бог проявил столько любви, Он не хочет больше грешить. Зачем? Это настолько, то есть настолько мне доверили, настолько Бог ко мне проявил доброту, опять же, повторяюсь, и зачем опять возвращаться в то болото, где я был раньше? Вот, наверное, вот просто хочу подчеркнуть одну мысль, мне понравилось, что Бог делает так, что когда грешник обращается, он не просто на себя какие-то, знаете, смирительную рубаху одевает, и вот он там хочет, а не может уже, потому что нельзя. Бог накажет. Да, Бог накажет. Нет, конечно же. Происходят вот эти метаморфозы внутренние, когда грешнику, который остаётся, по сути, грешником, ему становится настолько отвратительным этот грех, его прошлый образ жизни, мышление и так далее, что просто он сам вот начинает желать быть чистым, желает не грешить. И вот чем ближе ты к Богу через священное писание, в молитве общаешься с Ним, стремишься к Нему, тем вот эти вот ощущения вот тех червоточин, да, внутри тебя, они более как бы, ну, они более осознанные, что ли, они более освещаются, становятся, ну, ещё более страшными. И тебе тем более хочется вот этой чистоты. Тебе уже, да, лично тебе хочется быть другим. Хорошо, вот это... Да, скажи. Сердце очень сильно ломает, когда грешник понимает, что на какую огромную жертву пошёл Бог через Иисуса Христа, что это действительно очень сильно толкает к изменениям и уже к отращению. И вот, вернувшись к теме, допустим, наркомана, в Библии написано, я не помню точно где, но кому больше прощено, тот больше любит. То есть и очень часто даже в церкви эти люди, они могут никогда не стать потерянной монетой, да, потому что он побывал уже там, куда ему совсем не хочется возвращаться, и даже близко к этому подходить, и даже не то что смотреть за, скажем так, ограждение этой территории, а даже и мысли допускать к этому. И этот человек становится очень ярким и горячим в церкви. Хорошо. Итак, мы уже начали говорить об этой притче о блудном сыне. Можно ли говорить, что вот отец этих двух сыновей олицетворяет собой доброго небесного отца? Дело в том, что в каждой притче даже хозяйка, которая искала монету, пастух, который искал овцу, хозяйка, которая искала монету, и отец – это все образы Бога. Нам иногда сложно понять, как женщина может быть в образе Бога, или, например, пастух, но это все образы Бога. Доброго пастыря, женщины, которая тщательно метет, и, наконец, доброго отца, который принимает своего сына. Хорошо. Если вы говорите, что это как раз притча о добром небесном отце, а почему тогда с добрым Богом так некомфортно оказалось младшему сыну, впрочем, как и его брату? Вот что не устраивает нас в Боге, что мы ему в свое время говорим, да, им нет нашей части, и мы пойдем в дальнюю страну развлекаться. Мы говорим, добрый, хороший отец, но сыновьями, особенно этому младшему, очень некомфортно. Ну, параллельный вам вопрос, почему Адама и Ева согрешили в Адаме? Было же совершенное состояние. В том-то и грех, как апостол Павел говорит, очень грешный, что он прилипляется к человеку. Возможно, младший сын слышал о дальней стране, ему что нравилось, отсутствие ограничения, или любовь отца его как бы донимала сильно, опекала, он хотел свободы. Понимаете, иногда люди не понимают, что такое свобода настоящая, и вот он хотел какой-то мифической свободы, и в конце концов попал к свиньям. То таких, таковых людей получается очень много, которым некомфортно, да, неудобно, нехорошо. Обратите внимание на Бога, в данном случае отца, он не стал ограничивать, он не стал его унижать, а он сделал то, что согласно еврейскому, вообще на Востоке, как отдать имение до смерти отца. По сути, сын сказал так, отец, я хотел бы, чтобы ты уже умер, потому что хочу получить от тебя наследство. И отец его не проклял, не выгнал, а он, получается, продал часть своего, потому что сын, тогда же имение это как недвижимое имущество было. Отец был вынужден что-то продать, соседи спрашивали, зачем продаешь и так далее, чтобы отдать часть этих денег, и сын, переведя их в капитал золотой, уже мог уехать. По сути, отец пережил огромный стыд в своем селении, но отец готов был пойти, потому что любил сына, а сын не понимал. И благодаря вот именно этой любви сын мог вернуться. То есть, если в первых двух притчах, Христос специально приводит три эти притчи, показать разные подходы к людям, к разным грешникам, и показывать степень, возможно, разного падения. И именно эта любовь отца, который позволил, который не пытался укорить, но всегда продолжал ждать, потому что он даже сдалека его увидел. Эта любовь отца помогла сыну все-таки вспомнить. Хорошо, мы об этой притче, об этой любви отца мы еще поговорим. Буквально, друзья, не переключайтесь, несколько пройдет минут, вот они пролетят очень быстро, и мы вернемся на программу «Познаем вместе». Спасибо вам, друзья, что вы по-прежнему вместе с нами. Сейчас на своих экранах вы увидите номера телефонов, по которым можно связаться с нами. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните нам, и нам бы хотелось с вами пообщаться. Мы продолжаем нашу программу. Есть такая пословица «Сколько волка не корми, он все в лес смотрит». Почему мы так похожи на этого персонажа? Можно ли кардинально как-то поменять сущность человека, чтобы тебе не только хотелось еще что-либо делать греховного, а чтобы даже, когда вдруг в памяти что-то всплывет, то, что ты делал прежде, и у тебя уже к этому появлялось отвращение? Можно ли кардинально поменять человека? Для этого и пришел Христос. По сути, Христос, его учение действительно было радикальным. Он пытался, Христос сделал изменения в человеке, и вот все его призывы, все эти притчи, показы, что измениться можно. Главное – это сила Бога и желание человека. Хорошо. Сегодня людей кодируют от пьянства. Как вы думаете, можно ли закодировать от греха? Было бы здорово. Некоторые так думают, что было бы здорово. Но опять же, дело в том, что кодирование, человек должен хотя бы на него согласиться, но это больше влияние на подсознание. А от греха человек должен сознательно, сознательно решить, что я не хочу грешить, и Бог будет мне в этом помогать, Бог будет меня охранять от греха. Но это, опять же, должно быть сознательное решение человека, а не просто вот Бог же сделал, чтобы я не грешил, не мог бы погрешить. Ну, как бы хотелось. Хорошо, мама. Да, пожалуйста. Даже если вернуться к притче опять о блудном сыне. Мы говорили об отце, и вот образ отца, который не навязывается. Мы можем даже говорить, что Бог, по большому счету, Он на самом деле делает все, чтобы, наверное, вызвать жажду, чего-то лучшего, вызвать жажду вот этой святости и чистоты, о которой мы говорим. И тогда, может быть, и тебе убежать не захочется, а если даже убежишь, то ты потом вспомнишь, что те, якобы, ограничения, которые были в отцовском доме, это совсем не ограничения, а это, наоборот, благость, любовь отца, которые так нам необходимы. Поэтому, наверное, Бог в этих своих подходах, когда Он даёт в какой-то мере свободу человека, заставляет и нас, как людей, анализировать, думать и сравнивать. Потому что многие, я знаю многих, которые, образно говоря, дошли тоже до свиных рожек, и потом вдруг, вот тоже вспомнив, или одумавшись, или задумавшись, начинали путь обратно уже к тому Богу, который открывался не раз в жизни. То есть вот процесс воспитания этих детей, этих двух братьев, он был правильным со стороны отца? Ну, в притче не переводится история. Но если мы, толкование притчей, это был отец, это Бог, то воспитание не может быть неправильным. Воспитание было наилучшим. Но то, что они согрешили, опять же, это даже в присутствии Бога возник сатана, Люцифер, который согрешил. Поэтому лучшее воспитание не отбирает у человека своего выбора. Человек в любом случае может захотеть уйти к свиньям. Но, повторяюсь. Хорошо, давайте мы посмотрим одно интервью. Мы задали такой вопрос. Какие, на Ваш взгляд, основные принципы воспитания детей, горожан? Мы вот послушаем, как они ответили на этот вопрос. Не знаю, наверное, вырастить доброго человека. Ну, не знаю, мы всегда как друзья с ней. Конечно, когда сильно ты с ней общаешься много, она сидит на голове у тебя. В любом случае надо стараться понимать, что они хотят. Знаете, я считаю, что надо читать сказки им побольше. Потому что сказками ты, и после того, как ты с ним поговорил, обсудил эту сказку, это очень хорошо. Потому что ребенок всегда должен понимать, что к чему ведет. Пример, наверное. Пример, достойный для подражания. Не только среди тех людей, кто в семье находится. А когда человек смотрит, он тянется каким-то хорошим вещам. Стараемся показывать ему какие-то интересные, классные вещи. И никогда мы не разговариваем, не общаемся с ним как с каким-то невзрослым человеком. Потому что он у нас очень взрослый пацан. Иногда все понимает, иногда нас учит очень таким многим вещам, важным, достойным. Итак, у разных людей разное мнение по вопросу воспитания. Кто-то рассказывает сказки, старается научить своего ребенка чему-то хорошему. Кто-то показывает личный пример. Но когда мы возвращаемся к этой истории и думаем о воспитании, как воспитывались эти дети, интересно, что все-таки младшая решила уйти. и читая 17-18 текст, 15 главы, мы находим, придя же в себя, сказал, это блудный сын, говорит, сколько наемников у отца моего избыточным хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, очи, я согрешил против неба и при тобой. Вот кто или что подталкивает человека к принятию такого решения вернуться? Уверена, что отец примет опять же это воспитание и понимание, что есть правильно, а что есть... Человек, когда этот отступил от Бога в данном случае или пошел в дальние страны, он понимал, в душе, что это не совсем правильно. Отец бы это осудил, но хотелось свободы. И когда, в конце концов, придя к состоянию абсолютной бессилия и абсолютной безденежности, он теперь мог сам себе признаться, я был неправ. Тогда он был богат, тогда он мог говорить, не проблема, я все куплю, а сейчас он понимал, что он неправ. И отец, но зная, что отец примет, он был готов вернуться назад. Хотя это было очень унизительно для него, это было... Он понимал, что для отца это тоже неприятно. Опять же, обращая внимание на притчу, в селение приходит, сын, который отца по сути проклял, ушел, теперь возвращается, представьте себе, отец его принимает, отца еще больше, это получается позор. Но для отца это все не значило. Но многие люди похожи на блудного сына из этой истории. Чтобы прийти к Богу, человек должен обязательно достичь дна, краха в своей жизни, для того, чтобы потом прийти в себя, сказать, это конец, и я принимаю решение вернуться. Нет, не обязательно достигать дна, мне кажется. Но опять-таки, это условно все, у кого это дно, и насколько это глубоко. Но даже взять слова этого сына, это по сути молитва, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою». То есть, я думаю, есть моменты такие в жизни, скажем, наверное, каждого человека. Если Бог со своей стороны делает все, чтобы коснуться сердца человека, если, как известно, есть некое место во мне, в человеке каждом, которое не заполнится ничем только Богом, и вот этот поиск Бога, он заложен в каждого человека. И бывают такие ситуации, когда, может быть, вот с уст срывается такая молитва, «Отче, я, не зная, не понимая Бога, не понимая его характер, может быть, находясь в, неважно в какой степени, потерянности, но вот с этого момента, наверное, начинается возврат назад, когда человек… Наверное, самое главное, слова «пришед в себя». Он мог прийти в себя и раньше, но, к сожалению, для него это было главное критично. Показатель многих людей вот все-таки они опускаются на самое дно, и уже тогда приходит кризис. Это может быть кризис, когда ты сильно болен, когда ты лишился очень многого, когда ты не можешь решить любого вопроса, и ты можешь на дне оказаться не потому, что ты большой грешник, вообще на дне жизни. И многие люди, только достигнув этого дна, хотя они были очень богаты, но оказавшись там, вот они начинают понимать, что оказывается, деньги – это еще не все, богатство не все. что люди достигли дна, но не хотят обращаться к Богу. Поэтому, опять же говорю, самые главные слова здесь, скорее всего, «пришед в себя». Он понял, кем он был и куда он попал. Дело в том, что это могло быть на любой этапе его падения, и на дне, и на средней части, но бывает, что даже достигнув дна, человек говорит, а я все равно не хочу идти к Богу. А почему отец каждый день выходил и ждет возвращения сегодня, если мы говорим о нашем небесном, он ждет возвращения блудных сыновей и дочерей своих? Почему каждый день? Потому что это отец. Бог есть любовь. Взять даже вот эти притчи, 15 глава, по сути, 15, потом 16 глава, это все попытка Христа показать характер Бога. Вот тем вот книжникам, фарисеям, которые претендуют на знание Бога и думают, что они с этим справились очень хорошо, он их, в первую очередь, учит, он им открывает, каков на самом деле Бог. И как им, книжникам и фарисеям, необходимо относиться к грешникам. У Бога есть вера в нас, что мы вернемся. Вот он каждый день, он выходит с верой, что мы вернемся. Он бы не выходил, наверное. Если у нас сегодня 7 миллиардов человек, ну, конечно, это такой очень сложный вопрос. Вот какого количества людей сегодня Бог ожидает, чтобы они пришли к нему из этих 7 миллиардов? Обратите внимание на притчи. Вот первая притча спасена овца, вторая притча спасена монетой, она найдена. А вот последняя притча, она заканчивается неопределенностью. Младший сын вернулся, он спасен. Но старший, мы говорим в начале программы, он восстал против отца, находясь в его доме. Хорошо, а что ему не понравилось? И самое интересное, обратите внимание, притча заканчивается словами отца. «Вернись ко мне», как бы отец предлагает, что ты радуйся, а в конце стоит как бы троеточие. Мы не знаем, вернулся ли старший сын к отцу, припростил ли он младшего сына и согласился с таким отцом, таким любящим или слишком мягкотелым. То есть, по идее, хотя в притчах говорится о хорошем, но последняя притча говорит о том, что многие могут не вернуться. А все-таки, Виталий, а что не понравилось этому старшему брату, когда вернулся младший? Отношение к грешнику. Да, очень просто с точки зрения человека. Пришел младший сын. Мы говорим, что человек с Богом живет. Мы, если я живу с Богом, вдруг приходит человек-грешник. Мы говорим, все мы когда-то были блудные сыновья и дочери. И что, у нас должно появиться раздражение, потому что, вы посмотрите, к нам пришел грешник. Потому что ему такие почести были оказаны на тот момент. А что, Бог не дает тебе вот это возмущение Богом? Он же говорит отцу, вот этот твой, да? Он не говорит твой. Он даже не упоминает. Этот твой сын, и ты ему этого целого теленка, бычка, а мне даже козленка не дал. Вот почему такая жилость, почему такая ненависть у человека, который живет с отцом, не ушел, такой примерный, хороший, и вдруг вот такой взрыв. Может, проблема, что младший сын, хотя мы его называем блудным, но он, скорее всего, был более честным. Он захотел и ушел. А этот старший сын хотел уйти, но боялся осуждения общества, боялся что-то потерять. К тому же, понимаете, у старшего сына по иудейскому закону была двойная часть наследства, а теперь пришел младший и будет пользоваться его частью наследства, который ведь свою жену прохудил. Да, свою прохудил. И поэтому, как бы, с точки зрения человека, возмущение старшего сына понятно. Но с точки зрения любви к своему брату и Божьей любви, как можно, да, младший брат виноват, младший брат готов быть наемником, он не претендует на наследство, но старший уже в этом видит опасность для себя. То есть у нас есть проблема разделения любви к грешному человеку и разделения, отделения греха от человека. Вот то, что мы говорили, каким удивительным образом это делает Бог. Он любит грешника, и все-таки он ненавидит грех, и он старается вот эти понятия разделить. Мы почему-то все смешиваем в одну группу, да, в одну кучу, можно сказать, в один клубок, и нам сложно с этим разобраться. А какие возможности Бог дает человеку для покаяния? Помните притча о богаче и Лазаре? Когда богатый человек говорит Лазарю, вот если бы ты пошел, рассказал моим братьям, что получается, когда человек жив, когда он радуется жизни, он пропускает те возможности, а потом начинает вот думать, как же все это вернуть. Какие сегодня Бог дает нам возможности, чтобы мы могли покаяться? Телевидение. Телевидение. Хорошо, хорошая возможность. В данном случае. Ну и Моисея и Пороков никто не отменял, наверное. Писание, писание. Но опять главная мысль в этой притче со всеми ее сложностями – время для покаяния сейчас. Завтра – это не ваш день. Сегодня день покаяния. То есть нужно сегодня принять Бога, и сегодня начать изменяться с Божьей силой. А люди говорят, я позже, когда буду на пенсии, когда уже успокоюсь, воспитаю детей, внуков, хорошо работу устрою, что-то еще построю дом. И вот эта притча говорит, что потом второго шанса не будет. Основная мысль этой притчи – заботиться сейчас о своем спасении, о своей душе, о своих отношениях с Богом. То есть многие люди говорят, придет свое время, когда я начну взывать и кричать, помилуй меня. А сколько нужно кричать и просить о помиловании? Дело в том, что многие люди взывают к Богу, но им кажется, что Бог их не слышит, и поэтому они твердят, твердят помилуй. У них, наверное, не появляется больше веры, а, к сожалению, больше разочарования, и им кажется, что Бог их не слышит. Так сколько достаточно одного раза сказать, Господи, помилуй меня, как сказал разбойник, либо нужно постоянно кричать? Для того, чтобы Бог услышал, достаточно одного раза. Просто если ты от чистого сердца взываешь о милости, Бог тебя милует. А другой вопрос, что будет после этого? То есть ты просто кричишь в небо, ну потому что так может быть модно сегодня, Господи, помилуй, а потом жизнь твоя такая же, как и была до этого возгласа или крика, то, наверное, тут что-то не то с тобой. Зачем ты кричал вообще об этом? Что ты вкладываешь в это? Потому что люди говорят, помилуй, чтобы облегчить мои страдания, сделай мою жизнь лучше, а все остальное я не буду предъявлять, я буду жить как-то. Да, вопрос потом слушаться Бога, это уже... Да, просто тяжело, это нужно вызывать. И может быть, наверное, уже точно последний вопрос. Все-таки основной текст, что Бог пришел, Христос пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. А как вы думаете, а можно ли восстановить то, что погибло, что просто умерло? Сила Божья. Бог, пока человек жив, Бог дает ему шанс. Никто не имеет права говорить, что кто-то законченный грешник, уже все окончательно падший. Любой, пока есть, он живет, он имеет право на спасение. И Бог любого готов простить. Для Бога нет ничего невозможно. Да. Да, ну хорошо, на хорошей ноте мы заканчиваем. Спасибо, друзья, за участие в программе. Действительно, мы читали эти удивительные притчи и видели, каким является наш Бог, который каждый день выходит навстречу, ожидая, что мы вернемся к Нему. Самое главное, наверное, в своей жизни прийти в себя и не оказаться на самом дне общества, не оказаться на дне жизни. Бог дарует нам возможности и благополучие подумать о себе, о своей жизни, подумать о том, о том, который любит каждый день тебя и желает, чтобы твоя жизнь могла преобразиться, чтобы сегодня здесь на земле ты испытал это счастье, общение с Богом и друг с другом. Дал бы нам Господь не потеряться, а научиться сегодня любить нашего Господа, любить того, который всегда надеется на нас и верит, что мы можем с Его помощью, с Его силой измениться и стать совершенно другими людьми. Пусть добрый Бог благословит вас, друзья, чтобы мы никогда не были этими блудными сыновьями и дочерьми, но чтобы мы были настоящими детьми нашего Небесного Отца. Спасибо, что вы были вместе с нами. Мы будем далее говорить в следующей программе о том, каким учителем являлся Иисус Христос. Поэтому, пожалуйста, не пропустите эту встречу. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова